Молочная кислота. Друг или враг? Наверное, вам уже приходилось слышать, что молочная кислота причина всех спортивных недугов. От нее, мол, спортсмен плохо себя чувствует, от нее болят мышцы, возникают судороги, развивается кислородное голодание. Словом, враг номер один любого спортсмена. Пора расставить все по своим местам. Молочная кислота, на самом деле, не такая уж плохая штука. Если вдаваться в тонкие биохимические подробности, то молочная кислота – это побочный продукт распада глюкозы и гликогена в процессе под названием гликолиз. Первые два слога «глика» относятся к глюкозе. Ее молекулы, соединяясь, образуют гликоген, накапливаемый в мышцах. А. Окончание «лис» означает расщепление распад. По существу, молочная кислота – это молекула глюкозы, расщепленная пополам. Зачем нужен гликолиз? Объяснение в том, что при распаде глюкозы образуются пируваты – особые вещества, которые мышечные клетки используют как энергетическое топливо. Под воздействием ударного тренинга гликолиз чрезвычайно ускоряется, и пируватов образуется слишком много. Не все они идут в дело. Избыток пируватов как раз и преобразуется в молочную кислоту. Причина боли. Уже 15 лет известно, молочная кислота не имеет никакого отношения к запаздывающей мышечной боли. Той самой, которую вы чувствуете через сутки-двое после тяжелой тренировки. Эта боль возникает из-за микроскопических разрывов волокон во время эксцентрической негативной фазы движения. Да-да, как ни странно, именно опускание веса приводит к этим повреждениям. Если бы на тренировке кто-то опускал за вас вес, а вам бы оставалось только его поднять, то мышцы бы никогда не болели. И это научно установленный факт. А вот концентрическое сокращение подъема веса не вызывает микроразрывов. Но парадокс в том, что именно при подъеме вырабатывается больше молочной кислоты. И если причина боли молочная кислота, то после концентрических движений тело должно болеть больше. А между тем, в действительности происходит как раз наоборот. Нужен ли массаж? Все массажисты, с которыми мне приходилось общаться, повторяли буквально слово в слово одно и то же. Массаж выводит из организма молочную кислоту. А после массажа советовали принять теплую ванну, чтобы окончательно освободить тело от этой пакости. Что тут можно сказать? Нет никаких доказательств, что массаж и теплая ванна выводят молочную кислоту из организма. Но даже если бы и выводили, как это может помочь восстановлению? Ясно, что накопление молочной кислоты приводит к слабости. Проще говоря, во время тренировки мышцы устают. Может, если сразу после тренировки сделать массаж, восстановление пойдет быстрее? Посмотрим, что говорят на этот счет ученые. Как раз на эту тему в Университете Северной Айовы недавно проводилось любопытное исследование. Для начала участники эксперимента совершили пробежку на беговой дорожке. Все они были опытные бегуны и хорошо выполнили поставную задачу. От 4 до 6 минут довели себя до полного изнеможения и тем самым резко подняли у себя в крови уровень солей молочной кислоты. А далее ученым предстояло выяснить, как действует на эту молочную кислоту массаж, пассивный отдых и спокойная езда на велосипеде. У спортсменов взяли анализ крови сразу после бега, а второй раз через 20 минут после одного из трех способов восстановления. И что же оказалось? И пассивное восстановление, отдых лежа на спине и массаж никак не влияют на уровень солей молочной кислоты. Зато 15-20 минут спокойной езды на велосипеде сразу его снижают. Это конечно не значит, что массаж дело бесполезное, но только он не имеет никакого отношения к молочной кислоте. Молочная кислота в действии. Накапливаясь молочная кислота затрудняет сокращение мышц, нервную проводимость и выработку энергии. Это одна из причин, почему вы устаете на тренировке. И все же молочная кислота не просто отход энергетического производства. Парадокс заключается в том, что она сама источник энергии. Углеводы, которые мы получаем с пищей, не сразу отправляются в печень, чтобы превратиться там в гликоген. Для начала они попадают в кровеносную систему, а оттуда в мышцы, где и преобразуются в молочную кислоту. После этого соли молочной кислоты возвращаются в кровеносную систему и поступают в печень для переработки гликоген. Иногда на обратном пути они используют в качестве топлива другие ткани, например, ткани сердца, печени и почек. Почему при образовании гликогена возникает этот обходной путь? Дело в том, что соли молочной кислоты выводятся из кровеносной системы гораздо быстрее, чем глюкоза. Это позволяет распределять поступающие с пищей углеводы без резких скачков инсулина и без накопления жира. Кроме того, молочная кислота часто используется организмом как важный источник энергии и сырья для синтеза глюкозы и гликогена. Когда вы тренируетесь с повышенной интенсивностью, молочная кислота, выработанная в быстрых мышечных волокнах, переходит в медленные волокна и служит для них энергетическим топливом. Примерно 75% молочной кислоты, выработанной во время тренировки, используются как топливо. Остальные 25% преобразуются в глюкозу в печени и почках. Таким образом, никаких излишков молочной кислоты не накапливается, зато в крови поддерживается достаточный уровень глюкозы. А это особенно важно для длительных тренировок. Но и это еще не все. Знаете ли вы, что во время проработки, к примеру, ног, неработающие мышцы, скажем, бисепсы, выделяют молочную кислоту из своих запасов гликогена? Эта молочная кислота с током крови поступает в печень и преобразуется в глюкозу. А глюкоза, в свою очередь, направляется к активно работающим мышцам и служит сырьем для восстановления их гликогена. Таким образом, через молочную кислоту нерабочие мышцы помогают восстановлению рабочих. Регулятор обмена. Чтобы глюкоза могла проходить через клеточные мембраны, ей необходим инсулин. Молекулу же молочной кислоты в два раза меньше молекулу глюкозы и гормональная поддержка ей не нужна. Она с легкостью сама проходит через клеточные мембраны. Кроме того, мышцы выделяют большое количество молочной кислоты в кровеносную систему. И там она тоже служит потенциальным топливом для выработки энергии. Так что в другой раз, когда горе-эксперт будет расписывать вам ужасы молочной кислоты, не верьте. Но про себя от души посмейтесь. Теперь-то вы знаете правду. Молочная кислота это не злейший враг, а добрый труп культуриста. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok